Отчаянная жажда 4 книга царств 3 глава с 13 по 27 стих И сказал Елисей царю Израильскому, что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей И сказал ему царь Израильский, нет, потому что Господь созвал сюда трех царей сих, чтобы придать их в руку Маава И сказал Елисей, жив Господь Саваоф, пред которым я стою Если бы я не почитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя Теперь позовите мне гуслиста И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея И он сказал, так говорит Господь, делайте на сей долине рвы за рвами Ибо так говорит Господь Не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш Но этого мало пред очами Господа Он и Маава предаст руки ваши И вы поразите все города укрепленные, и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите каменями Поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от Едома и наполнилась земля водою Когда Маавитяне услышали, что идут цари воевать с ними, тогда собраны были все, начиная от носящего пояс и старше, и стали на границе Поутру встали они рано, и когда солнце воссияло над водою, Маавитянам издали показалась эта вода красную, как кровь И сказали они, это кровь, сразились цари между собою и истребили друг друга, теперь на добычу Маав И пришли они к стану израильскому, и встали израильтяне, и стали бить Маавитян, и те побежали от них, а они продолжали идти на них и бить Маавитян И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню, и закидали его, и все протоки вод запрудили, и все дерева лучшие срубили, так что оставались только каменья в Кир-Харешете, и обступили его пращники, и разрушили его И увидел царь Маавитский, что битва одолевает его, и взял с собой 700 человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Едомскому, но не могли И взял он сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во все сожжения на стене Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него, и возвратились в свою землю Размышления, часть 1 Пророческое обещание, 4 книга царств, 3 глава, с 13 по 19 стих Цари Иуды, Израиля и Едома объединились, чтобы воевать против Маава, но спустя неделю у них заканчивается вода, и они отчаянно ищут помощи у пророка Елисея Иосафат – благочестивый царь, поэтому пророк соглашается встретиться с ними В этом отрывке Елисей пророчествует, что Бог обеспечит их огромными запасами воды из долин Это кажется невозможным, но люди полагаются на Бога Часто Бог испытывает нашу веру Чтобы увидеть, на самом ли деле мы верим Его обещаниям Если мы действительно ожидаем, что Дух Святой и зальет свое благословение То должны подготовиться, принять Его Чтобы испытать нашу веру, Бог может попросить нас сделать шаг веры перед тем, как совершит важное действие Верите ли вы, что Он исполнит обещанное? Будьте готовы к Его благословению Размышления, часть 2 Победа над Маавом 4 книга Царств, 3 глава, с 20 по 27 стих Наступает утро Солнце сияет над водой Наполнившей рвы И Маавитяне Принимают воду за кровь Они думают, что три царя сразились друг с другом И долину заполняет кровь воинов Представьте их удивление, когда они Узнают, что цари и их армии Не только живы и здоровы Но и в высшей степени готовы к битве Израиль идет наступление И обращает Маавитян в бегство Оттесняя их обратно в города Затем Божий народ Забрасывает поля Маавитян камнями Чтобы они не могли обрабатывать землю Верите ли вы, что Бог Может справиться с теми Кто нападает на вас Он не только защищает Но и показывает, как наступать на его врагов Верьте, что он даст вам победу Молитва Дорогой Господь Ты великий Бог И поэтому я ожидаю, что сегодня Ты совершишь что-то великое У тебя есть сила справиться Со всеми моими грехами Со всеми нападками врага В тяжелое время я обращаюсь к тебе И полагаюсь только на тебя Во имя Иисуса Христа я молюсь Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok